Всем привет! С вами я, Лев, и это канал Good Boots. Что вы знаете о бутсах без шнурков? Наверное, вы слышали об Adidas, и что-то он там делает с бутсами. Но не только один Adidas делает бутсы без шнурков. В сегодняшнем видео мы рассмотрим целую историю о том, как появились безшнурковые бутсы. Какой бренд был первым, и кто доработал технологию как следует. Будет очень интересно и увлекательно, так что присаживайтесь поудобнее, друзья, и мы начинаем! Для начала стоит поговорить, кто же был первопроходцем в бутсах без шнурков. Есть такая компания, Лотто называется. Ее основали в 1973 году братья Каберлотто, а именно Джованни и Джорджио. И первое время они специализировались только на теннисной обуви. В 1980-х годах компания решила сделать ставку на футбольную обувь в том числе. Ну и от тенниса они далеко не отходили. И спустя время были заключены первые профессиональные контракты с мировыми звездами. Такими как Рут Гулит и Вина Дзов. В то же время начинается активное продвижение бренда за пределами Италии. После смерти братьев в 1999 году группа предпринимателей выкупает компанию. Каберлотто меняет название на Лотто Спортс Италия SPA. И на данный момент продукция Лотто продается более чем в 102 странах мира. И вот на дворе 2000-е года. Выходят классические бутсы с накладными язычками и грубыми линиями. И Лотто соблюдает правила рынка. Но в 2006 году Лотто решает пойти на очень рисковый эксперимент. Они вкладывают миллионы долларов в разработку, чтобы получить самую первую модель бутс без шнурков. И этой моделью становится Лотто Zero Gravity. И на тот момент бутсы действительно являлись некой революцией в мире футбольных бутс. В то время бренды не могли себе представить, что кто-то придет к этому. Но это сделало Лотто и сделало это по-своему. По силуэту они очень напоминают туфли. Можно даже как-то по-классическому одеться ради них. Боковые части бутс выполнены из синтетики, которая довольно неплохо мнется. Но вот подъем сделан полностью из резины. И пяточная часть тоже сделана из резины, из-за чего и происходит стягивание, когда вы надеваете данные бутсы. Ну и внешний пяточный каркас также способствует стабилизации вашей стопы в бутсах. Безусловно, Лотто сделала сумасшедший шаг и это было пипец как смело. Выпустить такие подкрадули, когда все вокруг делают бутсы со шнурками, ну это очень круто. Но как бы не хотела этого компания Лотто, футболисты все равно не понимали, зачем им такая модель бутс. И вместо этих красавчиков футболисты выбирали Лотто Zero Evolution, младшую модель данной версии. Конечно, Лотто не отходила от своих экспериментов и продолжала выпускать бутсы без шнурков, видоизменяя материал, а также подошву бутс. Ну и с безшнурковой технологией они также игрались, но все равно футболисты предпочитали выбирать шнурковые варианты. Но никто отрицать не будет, что Лотто были первенцами в данном вопросе. А что же делали другие компании в это время? Adidas баловался классическими язычками, как например в этой модели Predator, которая полностью скрывает шнуровку. А в моделях F50 часть материала верха скрывала саму шнуровку. Nike же в это время в своих моделях долго не вводил не скрытую шнуровку ненакладного язычка, за исключением Nike Tiempo. Ну а потом в Nike Mercurial появилась наполовину скрытая шнуровка, которая никому не нравилась и которую все поскорее хотели вырезать. Поэтому было непонятно, кто из топовых брендов решит первым отказаться от шнуровки. 2014 год. Чемпионат мира в Бразилии, карнавалы, танцы, футбол и конечно же новинки бутс. Nike представляют всему миру свою новинку первые тканные бутсы компании Nike. Это Nike Mercurial Superfly 4, а также Nike Magista Obra первого поколения. Примечательны были бутсы тем, что они были с носком, а также они были полностью из вязанного материала Flyknit. Но тут даже самый коварный конкурент решил сделать свое. Модель называется Adidas Prime Knit FS и это что-то с чем-то. Adidas был первее, но ради чего? Ведь эти бутсы так и не поступили в продажу. Это похоже на какие-то сапоги с подошвой от бутс. Но Adidas был первее и этого не отнять. Одно было очевидно, это было сделано ради хайпа. Через год в 2015 году выходят первые модели с приставкой Plus. Никто тогда даже не подозревал, что готовит Adidas. Появляются модели X15 Plus и X16 Plus, которые выполнены из материала Prime Knit. В то время как обычные модели .1 делались из синтетики. И вот наступает 2016 год, роковой год для индустрии бутс. В 2016 году выходят те самые бутсы от Adidas. Adidas Ace 16 Plus. Самые хайповые бутсы того года. Вспомните, сколько вы рекламы видели с футболистами в данных бутсах. А сколько блогеров принимало участие. Мне кажется, я никогда столько рекламы не видел, посвященных одним бутсам. Но это было что-то с чем-то. Верх у них сделан из ранее упомянутого Prime Knit. Стягивание и стабилизация происходило как раз за счет Prime Knit на подъеме. А также боковых частей бутс и пяточного каркаса. Безусловно, это был культовый релиз от Adidas. И да, там были проблемы с натиранием. И были проблемы с жесткостью материала. Потому что по бокам очень сильно сдавливало. И материал там вообще никак не разбивался. Но это был первый смелый шаг от брендов спустя 10 лет. Ведь от Lotto Adidas пришел к этому, к этому и к множеству других вариантов бутс. Adidas первое время экспериментировал только с моделью Ace. А иксы так и оставались со шнурками, разве что со скрытыми. И спустя два года появились первые иксы без шнурков. Это была модель X18+, которая вышла перед чемпионатом мира. Все бешнурковые модели от Adidas так или иначе отличаются своим способом бешнурковой технологии. В моделях Ace и Predator использовался Prime Knit для стягивания на подъеме. В X-ах использовалась Synthetica. И спустя время они также перешли на Prime Knit. Coppa использует сразу три материала для стягивания вашей стопы. Ну и Немезис стали использовать принцип бандажа тянущейся ленты. Все бутсы используют разный принцип и ты сам можешь подобрать, какой тебе больше подходит. Также Adidas впервые всех показал любительские взрослые футбольные бутсы без шнурков. Они были сделаны все по одному принципу, а именно с тугой тканью на подъеме. А что же сейчас происходит на поприще без шнурковых бутс? Adidas все так же продолжает клепать бутсы без шнурков, разве что без модели Coppa. В новой модели Adidas Coppa Pure 2 решили отказаться от бешнурковой технологии в пользу шнурковой технологии с применением Prime Knit. Puma делает эксперименты в коллекционных изданиях, а также всячески тестирует профессиональную модель Puma Ultra с увеличенным силуэтом и без шнурков. Ну и на любительском поприще также у них появляются модели без шнурков. New Balance также имеет собственную модель без шнурков, а именно New Balance Tequila, и она выглядит очень круто. Ну и Nike не особо торопятся по данному вопросу, потому что до сих пор от них не было полноценных взрослых бутс без шнурков. Единственное, где они экспериментируют, это детский сегмент, где они используют тянущиеся резинки. А в остальном они либо скрывают шнуровку, либо все так же используют классические шнурки. В будущем я лично думаю, что мы придем к какому-то интересному открытию одного из брендов, где сам материал будет затягиваться как следует под определенную стопу. Такой принцип уже используют Nike в своих кроссовках, но там проблема в том, что сам механизм очень большой и дорогой. Но я уверен, что через несколько лет мы с вами увидим интереснейшие бутсы без шнурков, которые будут идеально подходить под любую стопу. Тем самым пропадут все моменты с плохой стабильностью и надежностью в бутсах. А на этом все, друзья. С вами был я, Лев, и канал Good Boots. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу бесшнурковой технологии. Играете ли вы в бутсы без шнурков или планируете себе их купить? Обязательно пишите об этом в комментариях. Все нужные ссылки вы найдете также в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь я там появляюсь чаще всего. И куча футбольного контента, связанного со мной и с бутсами, также появляется там. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если вам понравилось данное видео. Не забудьте написать коммент и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видосы. Это была история про бесшнурковую технологию. С вами был я, Лев, канал Good Boots. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok